Добрый день дорогие друзья, дорогие наши подписчики, как вы знаете, неделю назад Одесская епархия объявила срочный гуманитарный сбор помощи пострадавшим в пожарах в Луганской области в рамках нашей акции Добро объединяет и сейчас наш отец Андрей. Добрый день. Добрый день, друзья. Мы связались с Владыкой, слава Богу, получилось у нас. Есть информация о том, что нужно, поэтому благодарим вас за то, что вы с нами, как всегда. Да, в понедельник, надеемся, встретиться в 9 часов утра на Алексеевской площади 9, чтобы помочь разгрузить и расфасовать нужные продукты и вещи. И с Божьей помощью, я думаю, потихонечку это все дело отправим. Да, хотим, кстати, поблагодарить всех тех, которые помогают, пересылают и помощь, и вещи, и продукты, и финансовые средства с разных регионов нашей страны. Это действительно подтверждает, что добро объединяет, что мы делаем правильное, доброе дело на благо нашей страны. И надеемся, что таким образом сможем помочь нашим согражданам в Луганской области, которые пострадали от пожаров, которые принесли горе и беду. И в дальнейшем видео вы увидите общение нашего отца, орхидиакона Андрея, с епископом Иринархом, векарием Северодонецкой епархии, который непосредственно с мест событий рассказал о происходящем в Луганской области. Добрый день, Владыка, благословите, немножко вас потревожим. Владыка, вы знаете, мы собираем на вашу епархию, по горельцам, семьям, большой гуманитарный воз, который привезем все, что надо. Мы хотели узнать, как вообще обстановка у вас, может, как-то скорректировать наше движение и узнать, что еще надо привезти. Ну, обстановка сейчас еще, пожары местами продолжаются, по епархии, по, ну, уже, как бы, в селах уже безопасно, как бы, в деревнях, но уже пожаров нет. У нас пострадали, ну, в епархии несколько сел, ну, сгорели очень сильно, погорели люди, много пострадали, много домов полностью уничтожено огнем, храмы, сами храмы не пострадали, но в двух храмах, там, сгорели хозяйственные постройки, вот. А пострадавшие? Ну, а там, да, да. Пострадавшие есть? Пострадавшие есть и погибшие есть, 11 человек, по-моему, и пострадавшие, да, люди без домов остались, сейчас они временно их, как бы, люди разместили, нуждаются, как бы, конечно, потому что и вещами, но вещей, как бы, уже подвезли много, вот, сейчас люди, ну, как бы, там, по селам люди пытаются, там, и военные помогают им разбирать эти завалы все, то, что осталось от домов, поэтому нуждаются в этих, в каких-то подручных материалах, да, там, храмы, ведра элементарные какие-то там, потом, ну, стройматери, естественно, если кому есть, что восстанавливать. Ну, а так, конечно, любой помощь, и рады, мы, ну, очень нам приятно, что вот Одесская епархия откликнулась в области людей, Евангела, Митрополита, помогает, вот, потому что в беде. А что еще нужно привезти, кроме вещей, еды, может, еще что-то надо привезти? Ну, там наши, ну, кто там, прихожане местные, то говорят, ну, вот, как бы, такой постель им дали, а спать-то не на чем, то, говорит, какая-то, хотя бы мебель там, да, глушная или какая-то там, ну, хотя бы что-то, если у кого-то есть, хотя бы гараж какой-то остался, то, чтобы там можно было как-то жить или на чем-то. То есть, Владыка, мы можем смело собирать кровати, какие-то такие, временки, да, простые, стулы, столы какие-то, тоже грузить, это вообще спокойно везти, да? Да, да, я думаю, да. Владыка, у вас будет где у нас принято, у вас уже готово все, если что? Готово, да, есть помещение, будем организовать людей, да, чтобы как-то помогали и на выгрузку, и потом на раздачу. Будем организовать, как-то думать, как людей свозить или как их, ну... Ну, пункты раздачи сделать, да, какие-то, да? Да, логистику, логистику как провести, чтобы люди знали, чтобы не приходили посторонние там, как бы, ну... Ну, понятно, понятно. Хорошо, Владыка, да, дашь Бог, мы с Божьей помощью соберем в ближайшее время. Очень много откликнуло, за что огромное спасибо, люди очень пошли навстречу, понимают, что это все серьезно. Я думаю, мы скоро встретимся и будем уже совместно работать и передавать это в руки людям и помогать, что холода скоро будет, я вообще не представляю, что это будет. Будем рады такой помощи, конечно. Хорошо, Владыка, огромное спасибо, просим святых молитв и надеемся, что скоро встретимся. Да, спасибо, Господи, до свидания.